Диагерь Б от СС не превосходит 2 в степени С плюс 1, поможет на С. Пафос в том, что Р от СС, классическое число Рамсе, оценивалось сверху вот в такой величине. То есть для двудольного числа Рамсе верхняя оценка намного лучше, чем верхняя оценка для классического числа Рамсе. Вместо четверки в С-степени здесь двойка в С-степени, гораздо меньше. Ну вот представьте себе, что С равняется там 10, да? Помните, мы обсуждаем? Вот С равняется 10, тогда 4 в девятой степени это 2 в 18, то есть 262,144. А если мы сюда подставим 10, то это будет 2 в 11 степени поможет на 10. 2 в 11 на 10 это 20,480, потому что 2048, 2 в 11. Ну согласитесь, что 20,262, это еще очень сильно разняется. А если мы подставим за что-нибудь еще больше, ну скажем 20, то разница будет еще более значима. Примерно 2 в степени с раз. То есть оказывается, что при абсоидентичности нижних оценок классического и двудольного числа Рамсе, при том, что нижние оценки абсолютно одинаковые, и вот мы на это убили довольно много времени, чтобы это осознать, верхние оценки гораздо лучше для двудольного числа. Вот это некоторая специфика задачи, которой не было в классическом случае. Ну давайте попробуем это дело доказать. Как и в предыдущем рассуждении. Что значит, что Б от СС наоборот не превосходит какого-то М? Где М, например, это вот такая величина. Наша цель доказать, что Б от СС не превосходит вот этого М. Ну вообще, что значит, что Б от СС не превосходит Т, если подлететь на определение двудольного числа Рамсе? Что значит, что оно не превосходит? То, что нужно делать в любой раскраске КНН, найдется одноцветный Кайсенс. Правильно, да, при любой раскраске КНН, ребер КНН в два цвета, найдется одноцветный Кайсенс. Ну что ж, значит, наша цель доказать, что когда мы красим ребра полного двудольного графа, вот с таким количеством дышим в каждой доне, красим ребра полного двудольного графа, вот с таким количеством дышим в каждой доне, как бы мы это ни делали, обязательно найдется одноцветный Кайсенс. Ну что ж, давайте зафиксируем абсолютно произвольную раскраску ребер КНН в красные и синие цвета. Еще раз повторяем, что Н в точности вот это. Н это 2 в степени с плюс 1 умножить на С. Вот давайте зафиксируем произвольную раскраску ребер КНН в красные и синие цвета и попробуем доказать, что как бы она ни оказалась зафиксирована, обязательно найдется одноцветный Кайсенс, то ли целиком красный, то ли целиком синий. Так, банальное утверждение. Очевидно, либо красных ребер не меньше, чем синий. Вот в этой фиксированной раскраске. Не меньше, чем синий. Либо наоборот. Синий не меньше, чем красный. Ну, это товарищи правдач. Знаете, если бы я сказал строго больше, то это было бы вообще говоря неправдой. Но я-то утверждаю, что не меньше, это, конечно, ясно. Но давайте, как говорят, не ограничивая общности, предположим, что красных ребер больше, но не меньше. Давайте будем считать в дальнейшем, будем считать, что красных ребер не меньше, чем синий. Вот в этой фиксированной раскраска. Если кому-то очень захочется, то он ли, она, конечно, сможет рассмотреть второй случай, но он абсолютно симметричен, очевидно, первым. Красных ребер не меньше, чем синий. Давайте так считать. Тогда давайте рассмотрим двудольный граф с прежними долями и только с красными реберами. С прежними долями, в теме, которая размера nn соответствует, с прежними долями и только с красными реберами. Внимание, это не полный двудольный граф. Ну, скорее всего. Это просто двудольный граф. То есть у нас был полный двудольный граф. Мы его ребра как-то конкретно покрасили в красные и синие цвета, вот зафиксировали эту конкретную раскраску. Потом порешили, что нам так повезло с этой раскраской, что в нем красных ребер не меньше, чем синих. Всего здесь 9 на этом примере ребер, да? Красных ребер не меньше, чем синих. В данном случае означает строго больше, да? Ну, например, 5. Скажем, вот это красное ребро, вот это красное, вот это красное, вот это и вот это. Вот я беру и рассматриваю вот такой граф. Так, так, так. Да, оно пошло так и вот так. Вот это тот самый двудольный граф, который я теперь предлагаю рассмотреть. Ну, в конкретном примере, конечно. Понятен пример? Нет? Прекрасно. Вот именно такой граф с красными ребрами мы сейчас берем. Теперь вопрос. Чем оценивается снизу, ну, то есть, чего не меньше, количество ребер вот в этом графе? В общем случае, с произвольным на... Здесь-то 5. Понятно. А вот для произвольного n, сколько как минимум ребер вот в этом красном графе? Поднимите руку, кто может ответить. Ну, дайте. Ну, больше равно s квадрат пополам. Ну, только n квадрат пополам. Ой, я не понимаю. Да, да. Давайте я это зафиксирую на всякий случай. В этом графе не меньше, чем n в квадрате пополам ребер. Ну, это очевидно, потому что в исходном графе их был n квадрат. Так, значит, в том графе, в котором ребер больше, чем в дополнении, естественно, не меньше, чем n квадрат пополам. Не меньше, чем половина ребер. Вот здесь было 5 из 9, а в общем случае будет n квадрат пополам. И если n это нечетное число, то, конечно, будет верхняя целая часть. Как бы нам выудить в этом графе КСС? Я надеюсь, все понимают, что наша цель выудить в этом графе КСС. Наша цель доказать, что вот я начал стирать и вдруг сообразил. Да, 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 в красные и синие цвета найдется одноцветный КСС. Я, конечно, хочу вот в этом графе сейчас отыскать КСС. Если я его отыщу, он и будет одноцветным, без вопросов. Потому что графа изначально покрашена целиком в красный цвет. Сейчас я его еще раз нарисую. Но прежде всего, давайте предположим, что наша цель не реализуется. Давайте предположим, что в этом графе нету КСС. Нету КССС. Но сейчас мы придем к противоречию, конечно. То есть мы предполагаем противное, но придем к противоречию, как обычно. Так, предположим. Попробуем прийти к противоречию. Посчитаем, сколько в этом графе, в этом, то есть вот в том, который в серебро красный, который неполный, вот сколько в этом графе графов КС1. Знаете, что такое КС1? Это такая одна вершина, и из нее яс лучиков. Это КС1. Имеется в виду следующее. Вот наш граф. Ну, я его так поширше нарисую. Вот наш граф. У него тут и ангершин, тут и ангершин. И больше, чем половина ребер проведена. Они все красные. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 так, 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 и вот так. Что-нибудь так. Неполный, конечно, но вот тот самый красный. Ну, КС1 имеется в виду, мы будем считать так. С-ка должна находиться сверху. С-ка должна находиться сверху. А вот эта вот вершина, которая в центре лапы, она должна находиться снизу. Вот сколько таких КС1 в нашем графе? Я специально четко сказал, С сверху, один снизу. То есть один сверху, С снизу мы не считаем. Ну, смотрите, с одной стороны, давайте, с одной стороны. У каждого множества из С вершин сверху, сверху в кавычках, вот у каждого такого множества вершин сверху, сколько может быть отвечающих ему центров лапы снизу? Я утверждаю, что у каждого множества из С вершин сверху не более С-1 центров лапы снизу. Почему? А потому что мы предположили противное, что в графе нет КСС. Представьте себе, что есть С вершинное множество сверху, и вот с этой точечкой оно образует КС1, вот с этой точечкой оно образует КС1, вот с этой образует КС1. Но тогда вот эти два С-элементных множества образуют КСС. Еще раз нам надо повторить, да? А-а-а! Так, смотрите, смотрите, вот еще раз. Если бы одно и то же множество, состоящее из С вершин в верхней доле, одно и то же множество, вот эта вот фиксированная сарделька, она сидела бы на С-центрах. То есть и здесь были бы проведены все ребра вот из этого центра вот в эту лапу, и из этого центра были бы проведены все ребра в эту лапу, и из этого центра были бы проведены все ребра в эту лапу. Но это бы просто означало, что каждая дружина из нижней части соединена с каждой дружиной из верхней части, то есть образовался бы КСС. Но мы предположили противное, мы считаем, что в нашем графе нет КСС. Раз нет, значит для каждой конкретной с вершин, расположенной сверху, не более чем s-1 центра флапы находится снизу. Как? Осознается? s центра флапы и все, ксс образовался. Следовательно, в этом графе не больше, чем s-1 помножить на c из n по s графов кс-1. c из n по s это количество способов выбрать верхнюю сардельку, и для каждого из этих c из n по s способов есть не больше, чем s-1 способ дополнить эту верхнюю сардельку центром флапы. И это, внимание, товарищи, вот эта граница, она получена нами исключительно потому, что мы предположили противник. Если мы хотим прийти к противоречию, нам сейчас надо как-нибудь по-другому попробовать посчитать те же самые лапы и убедиться в том, что при нашем выборе n, не забывайте, давайте я вот здесь напишу, что n у нас равняется s на 2 в степени кс-1, что при нашем выборе n, вот эта верхняя граница, вытекающая из предположения противного, входит в противоречие с другой какой-то границей, которая не вытекает из предположения противного, но просто вот имеет место быть. Хорошо. Давайте посчитаем так. Пусть, давайте вот так, 1, 2, 3, n. Пусть теперь d и t это количество рёбер в нашем графике, у которых одним из концов является вершинка с номером i. Это количество рёбер в нашем графике, у которых один из концов. Теперь d и это количество рёбер в нашем графике, у которых один из концов это i. То есть вот взяли вот эту вершинку и посмотрели, сколько в нашем графике из неё выходит рёбер. Ну вот здесь 3 выходит, вот здесь тоже 3 выходит. Ну это я так специально сделал, но вообще говоря, так не должно быть, может быть, как угодно. Мы не знаем, чему равняется 3. Не знаем. Тем не менее, в этих обозначениях количество ks1 в нашем графике равно c из d1 по s, плюс c из d2 по s, плюс и так далее, плюс c из ds по s, dm по s. Ну действительно, смотрите, вот здесь вершинка с номером 1. Из неё выходит, давайте я отдельно нарисую, вот вершинка с номером 1. Из неё выходит d1, по определению, по обозначению. Ну и сколько же стало быть лап? Лапа это ks1. Ну вот надо из d1 выбрать произвольный s1 вершин. Ой, s, извините, произвольный s вершин. Вот из d1 выбираем произвольный s, и образуется лапа. Какие в s мы не выбрали, образуется лапа. Стал быть лапа, образуется ровно c из d1 по s в штук. Это понятно? Да. Прекрасно. Ну то же самое касается вершины с номером 2. У неё там какое-то количество соседей. И соответствующих лап, разумеется, c из d2 по s. И так вот до последней вершинки из нижней дуны. Вот это в точности, сколько есть лап. Просто в точности. Единственная неприятность. Мы с вами не знаем ни d1, ни d2, ни d1. Да. А, прекрасный вопрос, да. В этом случае мы считаем, что c равняется нулю. Больше того, этот вопрос касается даже не случаев, когда не выходит ни одного, а случаев, когда d и t строго меньше, чем s. Давайте я это напишу. Если d и t меньше, чем s, то по определению c из d и t по s равняется нулю. Просто по определению. Мы не можем из d и t выбрать s. Ну, значит, нулю. Это правильный вопрос, да. Вдруг d и t меньше, чем s. Ну, нечего тогда выбирать. Ноль получится. Просто так определяется c. Это традиционно, но вы совершенно правильно задали вопрос. Не все знают. Можно комментарий один? Да. Ребят, у нас малый мехмат, на самом деле, эти лекции существуют с 1999 года. Так вот, совсем недавно здесь была лекция о графах без треугольников, о графах без четырехугольников. Так вот, если вы посмотрите ее, то там вот такая вот оценка. Ну, правда, когда s равно 2, но очень даже по делу использовалось. На самом деле, что называется, это не первый раз в рассказах о том, сколько может быть ребер в графе, если там нет ни одного четырехугольника. Вот была, на самом деле, такая же оценка. Поскольку там s равно 2, то это может быть немножко легче понять. В общем, кто хочет разобраться в лекции, посмотрите графы без четырехугольников. Хорошо, спасибо, да, мне кажется, это очень уместно, товарищи. Так, сейчас мы кое-что сделаем. Мы не знаем, как я уже сказал, ни d1, ни d2, ни dn. Но знаете, чего мы, товарищи, знаем? Итак, мы кое-что знаем про их сумму. Она больше либо равна числу рёдер, а мы знаем, что число рёдер не меньше, чем n квадрат пополам. На стене висело ружьёк, оно выстрелит. Я вовремя когда-то сказал, что количество рёдер в нашем графе не меньше, чем n квадрат пополам. Но сумма вот этих вот, как говорят, степеней вершин нижней доли, это в точности и есть количество наших рёдер. А теперь такая лемма. Лемма гласит, что если вы берёте сумму чисел сочетаний, сумму c, c из d1 по s, c из d2 по s, и так далее, c из dn по s, то это не меньше, чем если вы напишите вот так, n на c из d1 плюс и так далее, плюс dn, поделённое на n по s. Ну или ещё более симметричная запись была бы, если бы я вот этот сомножитель n слева записал в виде знаменателя. То же самое, это что сумма вот этих чисел, поделённая на n, среднеархметическая, так сказать, этих чисел, не меньше, чем c из их среднего арифметического, из среднего арифметического вот этих вот степеней. Среднеархметическая c не меньше, чем c из среднего арифметического. Есть такое замечательное соотношение, которому удовлетворяют бенгарные коэффициенты, числа сочетаний. Кто-нибудь когда-нибудь слышал такое? Нет? Давайте, знаете, что я сделаю? Я сейчас это доказывать не буду. Я это оставлю, ну как, некий факт из комбинаторики, который, конечно, не каждый, наверное, пока что может доказать, но он не безумно сложный. Я думаю, что... Александр Васильевич расскажет, как это доказывается. Сейчас мы в это просто поверим. Мы поверим, что имеет место такое красивое соотношение. Среднеархметическое c не меньше, чем c из среднего арифметического. Поверим? Вы вспомогательный комбинаторный факт. Очень хорошо, на самом деле, известный людям, которые занимаются комбинаторами. По-другому видам. Количество КС1 в нашем графе равно вот этой величине. Я воспользуюсь вот этим неравенством. Больше либо равно... Я нарисую звездочку, а звездочку воспроизведу на той доске. Значит, оно больше либо равно звездочке, которая есть t1 плюс и так далее плюс tn. на n поделить на n и по s. Так, я надеюсь, все согласны. Просто вот так устроена жизнь, что на коричневой доске и на зеленой доске сейчас просто одно и другое. Я еще вот это хотел использовать. Вот это хотел использовать. Ну, то есть, давайте вот здесь допишем. Это больше либо равно n помножить на n пополам по s. Я просто подставил границу снизу для вот этой суммы. Это n квадрат пополам. Я ее делю на n, получаю n пополам. Ну, понятно, чем из большего числа вы берете какие-то s сочетания, тем больше у вас получается. Вот давайте я это туда же тоже перепишу. У меня больше либо равняется n пополам по s. Итак, с одной стороны, ввиду предположенного противного, у нас вот этих ks1 не больше, чем вот столько, за счет предположения противного. А с другой стороны, их не меньше, чем вот столько. Давайте убедимся в том, что в нашем случае эти неравенства противоречат друг другу. То есть, просто проверим, что не может быть одновременно меньше и больше. Тогда мы придем к противоречию и окажется, что в нашем графике kss есть, он целиком красный. Осталось проверить, давайте я так напишу. Осталось проверить, что для n равного s на 2 в степени s плюс 1, для n равного s на 2 в степени s плюс 1. Сравнивается здесь. Пуф. Так. n на n пополам по s больше строго, чем s минус 1 на n по s. Или наоборот. По-моему, так. Согласны, да, что если мы установим вот это неравенство, то все. Победа. Потому что не может одно и то же количество быть большим, чем вот это, если оно, в свою очередь, больше, чем вот это. И меньшим, чем вот это же. Если мы убедимся в справедливости вот такого соотношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова